Мы продолжаем, и слово предоставляется Жилкину Вячеславу, представителю Объединенной Коммунистической Партии и также Российского Коммунистического Союза Молодежи. Добрый день, товарищи, друзья, соратники. Сегодня достаточно прохладно, но мне на сердце достаточно тепло видеть вас всех вновь. Тепло видеть старые лица, знакомые, так и новые. Очень приятно видеть омоложение состава окружающих, участников и активистов. Сто лет назад было совершено великое деяние, которое обозначилось свершением самодержавия. Сто лет назад много произошло, о чем уже было сказано, повторяться не буду. Но самое важное, к чему привело это, как мне кажется, это привело к самоосознанию рабочего класса и пролетариата, к уверенности в собственных силах, самоуважению, видимости дальнейшего будущего и возможностей, что в итоге вывелось в Великую Октябрьскую революцию и установление окончательной власти Советов. На данный момент, спустя сто лет, мое сердце обливается кровью, потому что я вижу, что самые худшие проявления, которые привели к свержению буржуазного правительства, неспособного ни на что министерства, всех министров, всех чиновников, царя. Абсолютное пренебрежение перед рабочих, их прав, абсолютное пренебрежение обычного человека, они сейчас проявляются вновь. Мы видим, опять, политические репрессии, полицейские гонения, мы видим законы, которые ущемляют права рабочих, мы видим невозможность отстаивания своих, в первую очередь, трудовых прав, абсолютно неработающую систему трудового законодательства. Поэтому единственное, к чему я хочу призвать, нам к нас грядет самое важное событие, годовщина, столетия Великой Октябрьской революции. И к этому моменту мы должны заполонить всеми лозунгами, которые мы несем, всеми хорошими, лучшими идеями, все улицы, социальные сети, и отпраздновать его так, чтобы каждый видел, что ничего не забыто, никто не забыт, что мы будем бороться, мы настойчивые, сильные, самодостаточные. И в первую очередь имеем самоуважение. Ура, товарищи! Ура! 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 Продолжение следует...